Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. У меня сейчас супер позитивное, по-настоящему летнее, легкое настроение и мне даже захотелось перемен. В этом видео начнем с вами с дома. Покупки для дома, освежения интерьера. Приятного просмотра! Заехала я в H&M Home. Вы, наверное, догадались зачем. А если нет, то я вам по-быстрому скажу. Я хочу обновить интерьер. Причем меня очень вдохновила Греция. Хочется таких же цветов, какой-то летней легкости. Ну, вы знаете, что я люблю это дело, кое-что у меня есть. Давайте просматриваем, что здесь представлено в новой коллекции. И потом уже дома я покажу вам, что же я приобрела. Каждый год появляются какие-то такие кашпо, всякие вазочки, подсвечники именно поднатуральные. Это красиво смотрится, особенно в теплое время. Абсолютно изумительные вазоны для цветов. Вы это видите? Я имею в виду вот эти сверху. Они такие красивые. За счет того, что они полуматовые, смотрятся еще дороже. Всякие разные есть. Вот, видите. Что это такое? Наверное, просто типа как какая-то фигурка из керамики или из глины. Что-то такое. Необычные подсвечники, правда? И вот такая подставка. Ну, под что угодно. Можно хоть конфеты сложить, типа как ракушка. Господи, если бы можно было каждый сезон все менять, я бы с удовольствием это делала. Такое вкусное сочетание цветов, да? Кармельный, бежевый и черный. И вот эти вазы. Ой, можно и на пол поставить, или куда-то на какую-то тумбу, правда? Подсвечники из соломы. Ну, я не знаю, я как-то немножко побоялась бы. Хотя, кто знает, может зря. Подносы. Это тоже большие кашпо для цветов. Могут интересно выглядеть в интерьере. Все, заглядываюсь на этих дам. Там, как-то странно, да? Но потом привыкаешь и смотришь, что там-то там появляется интерес на инстаграме. Если поставить сюда вазон с цветами, ну, с какой-то травкой, то получается, как будто у женщины или у мужчины прическа. Вот, но без глаз. Зато оригинально. Я действительно уже несколько месяцев засматриваюсь на эти вазы. Даже, вот посмотрите, у меня есть похожий стакан. Покупали мы с домиком где? По-моему, в Португалии, что ли. Это больше кашпо. Ну, по стилю у меня похожий стаканчик. Даже кисточки можно поставить, что угодно. Даже приправы какие-нибудь посадить, правда? Вот еще у нас тут несколько представителей из этой же коллекции. Здесь вообще, видите, как скошенное лицо. А, кстати, девушка очень-очень красивая. Новый набор полотенец. И Тома говорит, давай не белые. А то они как-то быстро выходят из строя. Но там два года приблизительно. Это максимум. Так что вот сейчас присматриваюсь. Эти типа как такие нежно-нежно-кремовые. Но отдают желтинкой. Зато уж точно не пожелтеют. В принципе, у нас настолько нейтральная ванная, что можно было бы взять даже вот такие зеленые. Я похожу, подумаю и потом, наверное, вернусь за одними из них. Если вам нравятся темные, то они тоже здесь присутствуют. И, например, пыльно-розовые. Мой вафельный халатик, который вам так нравится на мне, у меня в этом цвете. Ему несколько лет, он очень хорошо служит. Вот эти деревянные кашпо на самом деле можно использовать абсолютно разными способами. В качестве подставки под кисточки. Или цветы можно туда поставить. Или в кухне что-то складывать. Очень люблю такого формата вещи. Мне можно спокойно что-то такое подарить. И я всегда буду довольна. А свечи? А свечи это произведение искусства, правда? Вот что значит сочетание материалов и цветов? Мы когда-то были на свадьбе и использовали рамочки для фотографий на столы. Просто распечатывали с красивым таким принтом номер стола. И вот так на каждом столике стояло. Это очень стильно выглядело. И подставочки. Ну, вы знаете, что они продаются практически во всех магазинах. И в H&M есть как маленькие, так и большие. Они всегда в продаже. А как вам такое стилистическое решение? Такая жесткая эта наволочка. Я не знаю, только на террасу куда-то класть. Прям не очень удобно и комфортно будет. Как приляжешь лицом. Ой, ой. Аж мурашки по телу побежали. Посуда из H&M. Вот знаете, если покупать на всю семью, еще и на какие-то праздники, я боюсь, что потом не докуплю, когда несколько тарелок разобьется. У нас с икеей даже то же самое происходит. И здесь сейчас много всяких элементов. В слегка греческом стиле я сейчас покажу. С синим цветом. Очень. Очень-очень. Нравится мне это дело. Бокалы для шампанского. У меня, кстати, очень похожие из икеи. Там, по-моему, чуть выше ножка. А это даже можно использовать в качестве какой-то десертницы, например. О, знаете, что это? В этой корзинке можно красиво подавать столовые приборы на общий стол. То есть кладешь какую-то или салфетку, или же полотенце. И сюда прям все вилки, ножи иногда так делают в ресторанах. У меня есть похожая штука из Ларри Дуд. Кстати, очень ее люблю. Особенно летом часто используем, когда делаем гриль. И вот все это богатство. Я, наверное, вскоре снова поменяю подушки на синие или зеленые. Ну, в зале, вы знаете, что я периодически это делаю. Какое же красивое сочетание дерева и синебелого. Ну, это всегда беспроигрышный вариант. И здесь столько элементов и декора, каких-то подушек, мисочек, тарелочек. Ну, вы сами можете видеть. И я еле себя сдерживаю, правда. Вот такая тарелка. Необычная форма. Но я часто такие использую. Или вот эта овальная. А как у вас в кухне есть такие? О, эти салфетки, кстати, очень интересные. Мне они нравятся из икеи. Я обожала. Ну, посмотрите, они довольно толстенькие. И когда круглый ребенок, например, рядом ставит стакан, слегка промахивается. Где-то там на край попадает стаканчик. И он очень часто у нас проливался. Поэтому мы их оставили на съемной квартире. А эти прямоугольные должны быть более удобными. Ух ты! Это тоже керамика? Нет. Это железные вот такие. Ой, мой муж очень любит подобного рода кружки. И тарелки тоже. И это. Что проверила? Графин также железный. Вот. И все это, конечно, бомба. В сочетании друг с другом. Иногда думаешь, куплю-куплю, а потом все, друг другу не подходит. Мне нравится, когда такая как бы идиллия в каждом пространстве. Девочки, хорошая новость. Помните, вот все платьица практически, которые я показывала в своих влогах, в шоппинг-влоге в частности. И костюмы, зельна. Все это сейчас на распродаже. По очень хорошим ценам. Поэтому можете пересмотреть. Там все ссылки будут вас ждать. И возможно, что-то удастся отхватить. В супер-супер приятной цене. Оставаясь в морской теме. Только посмотрите на эти вазы. И одни, и вторые. Между прочим, мне нравится. Причем можно брать типа как кашпо. Использовать как вазу для больших букетов, низких. Или вот эти повыше. Конечно, меня манит. Такая ваза. Но я думаю, что не имеет смысла брать, знаете, на один сезон. И потом это где-то хранить. Хотя, я еще подумаю. Раз я тут нахожусь рядом, то решила заглянуть еще и в Икею. Я всегда вдохновляюсь какими-то идеями здесь. И помимо этого еще и всегда рассматриваю сервировку стола. Для меня это как отдельный вид искусства. И пусть у меня нет прям всего-всего. Но зато можно, знаете, получить какой-то толчок к тому, что можно создать самому. Молодежная комната. Здесь, конечно, столько всего и сразу. Даже для меня, для человека, который любит декор, чтобы вот наставить чего-то, здесь слишком много всего. Но речь сейчас идет не об этом. Так как это типа как такая небольшая квартирка для молодого человека или молодой девушки. Обратите внимание, как органично смотрится велосипед. Причем здесь вот специально такой держатель, куда действительно можно повесить велосипед даже в гараже. Но если уж совсем нет места, то почему бы и нет? Ну тут, конечно, еще и велосипед такого цвета. У нашего дедушки, между прочим, тоже велосипед стоит в зале. По поводу кухни из Икея. Вы знаете, тогда, когда мы заказывали, я не рискнула. Точнее, там были такие обстоятельства, что мне некогда было проверять все варианты, потому что у мастера под заказ нужно было ждать очень долго. А замеры из Икеи снимали было только через месяц, потому что у них очень большая очередь. А я сама тоже побоялась делать замеры, потому что я тут еще строитель, я могу промахнуться. И потом, знаете, если кухня не влезет или будет слишком мала, то тоже неприятно. Но что я хочу вам сказать, что в Польше у очень многих людей кухни из Икеи. Вот наши друзья, например, довольны. Глядя на материалы, я не могу сказать, что это прям кардинально отличается от того, что мы делали под заказ. Возможно, у нас материалы были чуточку более качественными. Но в Икее также гарантия на кухню 5 лет. И технику для Икеи делает какой-то большой концерн. Я сейчас уже не вспомню, то ли те же, кто производит электролюкс, то ли те же, что и Бош. Ну, то есть это не просто какая-то техника придумай, наклепай сам. То есть технику делают те люди, которые и так производят разные бренды. И мне очень нравится дизайн. Такой ретро, да. Даже под нашу кухню очень здорово подошло бы это все. Я реально струсила. Но тогда мне не у кого было спросить из наших. Ой, заглушка, наверное, стоит. Но в целом, как бы, духовка, она и в Африке духовка, мне кажется, и будет приблизительно так выполнять свои функции. А по дизайну попробую еще и такую найди у других марок. Правда? И у наших друзей как раз вот именно эта кухня с такими же ручками. И смотрится супер стильно. Комната для подростка. Я абсолютно уверена в том, что когда мы будем переделывать комнату мальчишек, мы обязательно приедем в Икеа и будем выбирать что-то здесь. И очень умно, потому что диваны раскладываются. Если нет места для кровати, то есть компактные варианты в Икеа. Таблицы, на которые можно прицепить все, что угодно. Захар уже о ней спрашивал, поэтому я тут рассматриваю. Вот эти стеллажи, их можно ставить как вертикально, так и горизонтально. Или что-то в органайзеры поскладывать, или книги, например. Не хватает мне здесь еще одного шкафчика именно для книг. Но вот видите, есть и рабочее место для компьютера. Стол, да? И спальное место. Еще бы несколько полок, и вообще было бы круто. Со второй стороны шкаф. В общем, очень так интересно. И мне кажется, что многим подросткам такой вариант понравился бы. Именно мальчишкам. Можно сделать в другом цвете для девочки, или для мальчика. И вот просто знаете, как идея. Продолжаем рассматривать сервировку стола на какой-то праздник, на летний гриль. И гляньте, как прикольно. Это не принт на бокалах, на графинах. То есть здесь есть такие типа как кружочки. А все остальное это искусственные цветы. Конечно же, сейчас есть столько даже полевых цветов, обычных, живых. Что гораздо лучше использовать живые. Это будет даже эффектнее смотреться. Ой, как сочно. Сразу так по-летнему. Вот эти тарелки очень красивые. Вы часто спрашиваете о моих. К сожалению, они уже недоступны. И заменили на эти. Мне тоже придется их докупить. Наверное, ближе к праздникам. Потому что, к сожалению, у нас многое разбилось. И для костей уже не будет хватать. И вот помните, я использовала тканевые салфетки. А здесь обычные, бумажные. И точно так же добавляют какую-то веточку, шнурок. И сразу как-то так более оригинально и аккуратно. Здесь обращаю ваше внимание на дорожку. Это не дорожка. Это на самом деле тюль. Да. Если у вас есть лишнее, то смотрится как ботин какой-то. Да. Супер. Я бы сама до этого не додумалась. И опять же у нас искусственный эвкалипт. Можно купить не на раз. А зачастую искусственный очень часто выглядит как натуральный. На Алиэкспресс есть. Если, например, у вас нет доступа к Икеи. И салфеточки. Супер стильная полоска. Ну, я всегда предпочитаю взять что-то однотонное. Итак, начинаем наше небольшое преображение. Точнее, мое. Но я надеюсь, что вам будет интересно. Я слегка уже подустала от карамельного цвета. И очень круто, когда у тебя вся в основном нейтральная гамма. И потом можно добавлять разные другие акценты. Мне сейчас, как обычно, нужно привести в порядок диван. Малые его убивают просто каждый день. Мы с моей лилькой постирали шторы. Я вам рассказывала. Это вообще прикол. Мы их повесили абсолютно влажными. И по большей части я вижу, что они расправились. Ну, может, когда неудачно падает цвет. Типа вот справа. Заметно. Ну, если так, то, в общем, прекрасно. У нас восемь штор из икеи на три больших окна. И если я начну все это гладить, то я просто сойду с ума. У меня сейчас нет столько свободного времени. Это вот эти шторы из икеи. Они и светлые, и не особо пропускают свет. То есть, если вы хотите, чтобы у вас в комнате было светло, то они также прекрасно подходят. Но это не те шторы, которые полностью отградят пространство от солнца. Нет. Это больше как бы закрыться от кого-то вечером. Чуть-чуть создать тень. В общем, перестаю болтать. Давайте рассмотрим, что же я купила. И приступим. Мои основные покупки все-таки из H&M. Очень мне понравилась их летняя коллекция. И помимо этого еще я заказала постель онлайн. Очень красивую. Когда приобретаешь что-то в стационарном магазине, то все хорошо запаковывают. Я купила три зеркала. Два из них одинакового размера. Но старалась по цвету выбрать слегка разное. Это чуть темнее. Так мне это нравится. Я несколько лет созревала. И я теперь уже спелый фрукт могу повесить. Особенно летом. Это как-то так очень легко смотрится. Прикольно. Два вот таких подсвечника. Они не чисто белые и не кремовые. А слегка с такими как бы разводами. Очень интересная. Немножечко под старину. И взяла две свечи. Это с пробковой крышкой. И вторая точно так же, только в синем цвете. Ароматы, эвкалипт и что-то там с почули. Нравятся они мне. Вообще, свечи из H&M всегда так равномерно догорают. И ненавязчивая душка. То есть, она не будет душить все окружение. Я не поняла, где моя голова? Неужели я ее не взяла? Не пойму, что реально не взяла, что ли? Не поверите, но весь этот движ я начала тогда, когда через час к нам должны были уже прийти гости. А мне еще предстояло сделать салат. Времени было в обрез, но я таки справилась. Начала я с того, что поменяла наволочки на подушках. И вообще-то, они периодически изнашиваются. Их и так приходится снимать для того, чтобы постирать, почистить. Но я так же люблю менять цвета в интерьере. Я не могу сказать, что я большая поклонница яркого цвета. Не по той причине, что это некрасиво. Все должно быть в кайф и по настроению. И для нас, не только для меня, а даже для моего мужа, дом это то место, где мы расслабляемся. И большую часть времени мы проводим в зале. Томак недавно намекнул, что пора бы поменять шторы. И меня, как говорится, понесло. Я вдохновляюсь всем, что меня окружает. Иногда природой, какими-то цветами и так далее. Мы недавно были в Греции. И полностью переделывать интерьер под греческий мне не хотелось. Но все же добавить каких-то цветовых акцентов душа требовала. Я, как видите, принесла старый ковер, так как у нас собака. У нас постоянно бегают дети с террасы в дом. Поэтому периодически ковры приходится отдавать в химчистку. Картину от своей подруги я, конечно же, не выбрасываю, никуда не деваю. Но она когда-то обязательно вернется на свое почетное место, потому что я ее очень люблю. Каково же было мое удивление, когда я ее сняла, и не оказалось одного гвоздика. А мне приспичило повесить новые зеркала. Я не растерялась, достала молоток. И я использовала не гвоздь, а то, что нашла у меня в кухонном ящике. Прибила на время, еще и гвоздя не мешало бы купить домой. Да, снимаю уже в следующий день. К сожалению, тогда, когда я делала тут легкое обновление, было слишком яркое солнце. Да и сейчас, в принципе, тоже. Это условия, которые я не могу изменить. Я никак не могу на это повлиять. Я уже шторы все зашторила, и все равно. Было как было, поэтому покажу вам немножечко сейчас. Как вы видите, не было каких-то кардинальных перемен. Я обожаю серый цвет в интерьере, и можно добавлять любые яркие акценты. Это всегда будет смотреться гармонично. Но самое интересное происходит вот здесь. Наволочки у меня все старые из H&M Home, из Zara Home частично. И все это я покупала на распродажах, которые уже начались. Поэтому можно что-то купить, если вам интересно сделать нечто подобное, или добавить какие-то другие цвета в вашу квартиру, в ваш дом, в вашу комнату. Это стоит недорого, но при этом сразу как-то веселее и по-другому. Кстати, Томак сказал, что он также много раз видел вот эти кашпо, но только не в H&M Home, а в нашем местном магазине. И говорит, я тоже хотел купить. Но как-то так все, не доходили руки, а тут бац, и я принесла. Цветочки Томак покупал несколько дней тому назад. И гипсофила, да, спасибо, что вы мне подсказали, как это называется. Засохла, и теперь вот можно какие-то букеты создавать, композиции, просто добавляя их к любым другим живым цветам. А вот этот плед, который вы видите в клеточку, мне когда-то подарили его. Он пришел ко мне в пиар-рассылке, то ли от CeraVe, то ли от SkinCeuticals, а возможно даже от La Roche-Posay. От кого-то из этих брендов, поэтому я очень-очень довольна. И спасибо большое, видите, как все пригодилось мне. Свечи в синем и в таком серо-бежевом цвете мы пока что не зажигали, но я думаю, что вскоре это произойдет. Я сейчас не складывала шторы, потому что опять же солнце светит, но держатели для штор у меня из Алиэкспресса, они до сих пор уже, ну получается, второй год служат. Этот уголок тоже слегка так обновился, посвежал, стало так светло, домашнее оценили. Белые пионы это также любовь, но они пахнут чуть меньше, чем розовые. Подставка под свечу у меня из экшен, здесь рядом работает томок, не будем ему мешать. Дорожка из Zara Home. Девчонки, не поверите, я ее уже в конечном итоге полностью намочила и влажной гладила. И чего я с ней только не делала, я отпаривала ее 7, блин, раз. И она до сих пор выглядит так. Муж говорит, натуральненько, если найду что-то другое, то приобрету, потому что как-то так, ну может оставлю, бог с ней. Но зеркала, так как я хотела, я прям не могу нарадоваться. Вот мелочи, а человека делают счастливыми. Как немного мне надо. В Икеа я купила совсем немного в этот раз, только то, что смогла унести сама. Первое это контейнеры. Вот такие они из плотного пластика, я еще их обязательно помою. Я всегда их использую для организации, например, в ванной комнате, в комодах каких-то. Ну и когда, например, готовлю что-то для обзора, то складываю все в один контейнер и потом уже все готово и как-то быстрее происходит. Вот. И помимо этого свечи. Мы всегда зажигаем свечи где-то там на террасе или дома. Также вот эта вещь, это по-польски такое смешное слово, в чем гаджка. Это не только для помывки окон, у нас кое-что другое для окон. Но такую вещь мы используем для того, чтобы по-быстрому убрать капли из душевой кабины. У нас две душевых кабины и они квадратные. Это гораздо удобнее, чем такие типа полукруглые. У моей мамы есть одна полукруглая и вот ее помыть очень сложно. Когда ты стягиваешь капли, то потом быстро проходишься полотенцем и все. Но, конечно, для того, чтобы прям в идеальной частоте содержать душевые кабины, нам здорово помогает солевой фильтр, который мы ставили еще на этапе ремонта. Но все равно это вот мальчикам душевую кабину, потому что у них ее нет. Два наполнителя для подушек в размере 40 на 65. У меня таких нет. И две наволочки. Я хотела бы кое-что изменить в нашей спальне и как раз вот все подобрала. Также иногда в Икеи беру сироп, который просто разводится в воде и получается прикольный лимонад. Наконец-то я купила новое постельное. Если я не ошибаюсь, то этот комплект сейчас уже есть на скидках. Заказывала чуточку ранее. А наволочка с рюшами продавалась отдельно. И их в наших стационарных магазинах нет. То есть только онлайн, во всяком случае в нашей стране. Здесь в составе хлопок со льном, а комплект полностью хлопковый. Вообще у меня было постельное из H&M Home. И оно очень хорошо и долго служит. У нас такая странная ситуация. У нас небольшая кровать. Мы спим как-то близко друг к другу. Поэтому нам даже как-то не приходило в голову покупать больше кровать или больше одеяла. Одеяло у нас полуторное. Поэтому это смешно. Короче, говорю как есть. Я беру комплект на вот такой размер. 150-200. И здесь всего одна наволочка. Поэтому мне приходится докупать еще две отдельно. Да, очередная странная ситуация. Но у нас три подушки на нашей небольшой кровати. Как-то так повелось и так и живем. А это, это просто белые наволочки. Вот, нам их тоже не хватало. Поэтому взяла. А то, о чем я забыла в Икее, это я сейчас только допетрила. Что нужно было взять простынь. Поэтому, блин, снова надо будет ехать в Икее. Сегодня мы уже спали на нашей новой постельке. Очень удобно. Ничего не колется, не парит, не жарко. Все с ней хорошо. И я хотела, чтобы здесь было как-то меньше красок. Потому что у нас висит и такая яркая картина. Сейчас покажу. Ну, вы так уже видели. В принципе, красное ненавистное кресло все еще с нами. До сих пор его Рафал не забрал. Никак от него не избавлюсь. Возвращаясь к постели. Покрывало у нас из Икее, по-моему. Тоже 150 тысяч лет. Я его отпаривала. Но все равно, когда на ночь складываешь, оно слегка мнется. Но мне и хотелось, чтобы было легкое ощущение не то, чтобы небрежности, а больше как натуральности. Может, я докуплю еще одно какое-то покрывало. Это синенькое. Просто вот так положить. Опять же, небрежно. Мы, конечно же, не спим на всех подушках. Вы не подумайте. Часть из них мы убираем. Для меня важным было снова положить подушку от мамы. Она вязала ее по ее схеме. И также я уже заправила наволочки в новые подушки из Икей. Они тоже были отпарены. Но что-то как-то, видите, мой отпариватель на 150% не справляется. У нас здесь как-то так просто светло. Ничего лишнего. Лампа, которой мы практически не пользуемся. Я бы с удовольствием сменила этот торшер на какие-то прикроватные, симпатичные эти светильники. Возможно, я так и сделаю. Я подумаю. Потому что как-то не добираюсь до этой комнаты. Здесь все как было, так и остается. Но есть у меня и очень дорогие мне вещи, которые всегда со мной тогда, когда я ложусь спать и когда я просыпаюсь. Это у меня крем, массажер. Мелочь, которая вечно в карманах. Но сейчас речь не об этом. Вот такой стеклянный подсветник мне дарила моя подружка Анетка. Он, между прочим, сделан польским дизайнером. И делается он по такой технике, когда раскаленное стекло, жидкое, вливается в холодную воду. И я не успела приобрести еще второй побольше. Нужно еще заменить в нем Тилайт. Точнее, его здесь вообще нет. Сгорел, я не принесла новый. Это фотография, которую мы сделали тогда, когда прогуливали садик еще в сковине с малышами. Игнашка здесь совсем маленький. И Захаркин. Я абсолютно без макияжа. И, по-моему, кто-то из брендов присылал мне пиар-рассылку, где была распечатана эта фотка из моего инстаграма. И я ее обожаю. А это то, что я получила частичную, да, от мальчиков на день мамы. Это делал Захар. Они что-то там лепили. Также очень красивые открытки нарисовали. А это, конечно, при помощи воспитательницы в детском саду. Но такая вещь, которую я, наверное, буду хранить до конца своих дней. Хоть бы сейчас не расплакаться. В общем, это, видите, такая симпатичная баночка, очень в моем стиле, в которой множество бумажечек. И на каждой из них написано что-то приятное. И Игнат вручил мне ее со словами, что «Мама, когда тебе будет очень грустно, когда тебе будет очень плохо, просто открой и прочитай что-то приятное. Достань бумажку», — говорит. Но я надеюсь, что у тебя будет гораздо меньше таких дней, чем бумажек в этой банке. Вы представляете, когда ты слышишь что-то такое, пусть это даже было где-то там подсказано воспитателем, но все равно он с таким лицом, с такой гордостью принес мне эту баночку. Вот. И такие вещи я, конечно же, не выбрасываю. Выбрасываю это мне очень-очень дорого. Захарка делал сам это, видно, подписал. У меня еще блесточки просвечиваются. И, конечно, открытку, которую я получила с такими теплыми словами от мамы, что я самая-самая классная мама на планете, что он меня любит безгранично, я спрятала в потайное место, чтобы она нигде не затерялась, никуда не пропала. И это было написано прямо, знаете, от ребенка. Вот. И когда мне Захарка вручал, я видела, что ему было так обидно. Говорит, у Игната такая красивая баночка, но ему помогали, это нечестно. Я, говорит, сам придумывал, что я сделаю для тебя. Но всему свое время, и дети подрастают все больше и больше делают сами, своими руками. Так что это мой дорогой мне уголок в любом случае. Стильный, не стильный, это то, что лично мое, то, что греет мою душу каждый день, утром и вечером. Что касается вот этих подушек, я снова вернусь, да. Мне казалось, что эти рюши будут более такими стоящими, какими-то опрятными, а не такие унылые чуть-чуть. Наверное, если бы набить их подушками поплотнее, то было бы поаккуратнее. Ну, прикольно. Меня все устраивает, девчонки. Ну и вот эта картина, которую мне Тома привозила из Колумбии, помните? Она тоже висит здесь в качестве чего-то более яркого, так сказать, к нашему креслу. Она, наверное, тоже навсегда останется со мной. Никто его не хочет забрать. О, это то, что мне сейчас предстоит сложить. Хотя я катастрофически не люблю этим заниматься, вы меня прекрасно знаете. Я заказала новую корзину для грязного белья из Алиэкспресс. Почему не из Икеи? Потому что там очень такой тонкий материал, и они постоянно разрываются, эти мешки. Поэтому я решила рискнуть. И гляньте, все плотненько, качественно отделано. Не вижу ниток. Я надеюсь, что вы тоже их не видите. Есть инструкция. Главное ее не потерять. И корзины достаточно большие. То есть хватит несколько стирок вот здесь упаковать, и они будут ждать своей очереди. Также ручки. То есть это можно перенести из места в место. Я видела, что для мелочи есть дополнительные карманы. И причем, если вас смущают вот эти надписи, то вы можете поставить, например, вот этой стороной. Просто будет черное и белое. Там были разные корзины, и я специально заказала подороже, потому что я очень рассчитывала на то, что они будут хорошего качества, эти корзинки. И вы знаете, окей. Здесь еще металлические палки, которые вставляются где-то здесь. Я так думаю. Я еще жду несколько посылок, которые должны доехать. В ближайшее время я пока что не видела информации насчет вот этого налога, о котором вы мне писали. Что будут облагаться даже самые дешевые посылки. Я, конечно, сильно расстроюсь, если так произойдет. Тем не менее, вроде как все окей. Потом покажу, когда все это сложу. Морально нужно подготовиться. Микуш, как тебе новое лежбище? По-моему, вполне себе окей. У нас такая жара, 32 градуса. Ребенок нагулялся, теперь будет дрыхнуть полдня, пока не похолодает. Микуша, ну проснись хоть чуть-чуть. Ну моргни глазом, если передаешь привет. Спасибо. Вы ни за что не угадаете, что это такое. А я вам скажу. Завтра у нас день папы. И я придумала для Томика что-то необычное, чего он уж точно не ожидает. Так, это мне положили какой-то, наверное, купон на скидку, я надеюсь. Да, 50 злотых. Я заказывала этот подарочный сертификат вот на этой странице. И, кстати, я не знала, что он придет в такой коробочке жестяной. Что это такое? Это ваучер. Та-дам! На езду на монстр траки. На вот таких огромных машинах. Это поездка на полчаса, которая будет длиться 30 минут для двоих. Но я надеюсь на то, что по 15 минут Томик поездит с малыми. Ну так осторожно попрошу его. Вот подписала Тата Томик. А я еще просила добавить эти пожелания. Не вижу их. Ну ладно, я думаю, что Томик останется в полном восторге. Это для него абсолютный сюрприз. Он у нас любит такую экстремальную езду. На дороге я ему не разрешаю так кататься. Но зато пусть покатаются на специальной территории. Вот такие дела. Завтра выручим папе Томику. Мальчики там еще рисуют что-то. На этом мы с вами прощаемся. Не забывайте поставить пальчик вверх. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.